Девушки отдыхают Товарищи, ребята Конечно, если дома вы, они ушли куда-то И просим вас немедленно оставить все дела Радионяня сегодня к вам пришла Радионяня, радионяня, есть такая передача Радионяня, радионяня, у нее одна задача Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, друзья мои! Я думаю, радионяня, если она хочет быть настоящей няней Должна учить ребят правилам поведения Или, как говорят, правилам хорошего тона Николай Владимирович, но мы же совсем недавно учили ребят Как, например, правильно разговаривать по телефону Верно, и мы получили очень много писем Такие письма есть и от взрослых Они пишут, что тоже узнали много нового и полезного Ну что ж, учиться никогда не поздно Но лучше, конечно, с детства знать, как разговаривать по телефону Как вести себя за столом, в театре, в гостях Вот сегодня я предлагаю поговорить о том, как надо знакомиться Ну, знакомиться надо быстро Да, без церемоний Нет, 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 нет Знакомиться надо правильно Вот покажите мне, пожалуйста, как знакомятся вежливые, воспитанные люди Николай Владимирович, а с кем же мы будем знакомиться? Ну, друг с другом А мы и так сто лет знакомы А вы представьте себе, что впервые видите друг друга И вам обязательно надо познакомиться Хорошо, можно начинать? Пожалуйста, пожалуйста Эй, здорово! Тебя как зовут? Меня? Да Саша, а ты кто такой? Я Алик, а что? Ничего Николай Владимирович, мы уже познакомились, готово Всё, я вижу, вижу Молодцы Быстро и неправильно Я уже не говорю про вашу манеру разговаривать Эй, здорово! Но вы, оказывается, совершенно не знаете правил знакомства Каких из всех правил? Самых простых Если вы хотите с кем-то познакомиться Самое лучшее попросить об этом Третьего человека, который знает вас обоих Например, меня Ну, это легче Николай Владимирович, познакомьте меня, пожалуйста, с этим С кем? Ну, вот с этим Лопоухим С каким еще, Лопоухим? Ну, с каким? Вот, который пучеглазый Слушайте, я не буду вас знакомить, потому что вы совершенно не умеете себя вести Ведь если я вас представляю кому-то, то я тем самым рекомендую вас как хорошего воспитанного человека Ну, ладно, Николай Владимирович, я больше не буду, я пошутил А шутить надо тоже вежливо, чтобы ваши шутки не обижали других людей, понятно? Понятно Вот теперь я вас познакомлю Саша Да Я хочу вам представить моего помощника Знакомьтесь, пожалуйста Здравствуй, тебя как зовут? Саша Стоп, 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 стоп Неверно, неверно Первым должен называть свое имя тот, кого представляют Еще раз, пожалуйста Саша Да Познакомьтесь, пожалуйста, с моим помощником Алик, Саша Ну, вот Другое дело Наконец, верно А теперь, друзья мои, представим себе, что Саша хочет познакомиться со мной Ну, это просто Алик должен нас познакомить, правильно? Совершенно верно Знакомлю Саша Познакомься, пожалуйста Это Николай Владимирович Грубейшая ошибка Представлять надо того, кто моложе Понятно? То есть Сашу надо представлять мне, а не наоборот Хорошо, сейчас сделаем по всем правилам Николай Владимирович, разрешите вам представить моего друга Саша Николай Владимирович Это совсем другое дело Вот, когда встречаешься с таким воспитанным человеком, так и хочется сказать, очень приятно Рад был с вами познакомиться Когда я был мальчишкой У микрофона радио няни Народный артист Советского Союза Ростислав Плят Надо сказать, что я очень рад тому, что радио няня вспомнила и обо мне Может быть, потому, что я уже приближаюсь к тому возрасту, когда няня опять бывает нужна Не знаю, но во всяком случае мне это приятно Когда я был мальчишкой Вы знаете, я часто думаю о том, в какой момент у мальчишки именно, у мальчишки окончательно совершается выбор профессии До этого ведь каждый обязательно бывает пожарным, капитаном, это все известно Но мне почему-то кажется, что вот один момент в моей жизни, когда мне было 14 лет Я понял, что я стану актером, причем характерным актером А дело было такое Я учился в странной школе по названию Это была девятая школа МОНО имени Томаса Эдисона Ну, девятая школа МОНО, это Московское отдело народного образования Причем был Эдисон, никто точно не знает до сих пор И был там, конечно, драматический кружок Я был одним из его энтузиастов Но мою особую судьбу мне дал мой длинный рост А оставился в нашем драмкружке водивиль «Помолвка в галерной гавани» Старинный водивиль Ставил этот водивиль в свое время очень популярный артист Малого театра Владимир Федорович Лебедев Который учил нас с голоса играть И сложилось так, что хотелось, чтобы один из персонажей этого водивиля Старый 70-летний генерал был, так сказать, ну, по крайней мере, высокого роста И вот я вам просто не могу описать своего наслаждения, когда произошло следующее Меня вот этого длинного и тощего облачили в толщинку ватную С большим висячим брюхом На мой еще довольно хрупкий, но уже довольно заметный носик Прилепили, мне казалось, полфунта гумозу Знаете, гумоза от той, из чего лепятся носы И у елочных Дедов Морозов, и в театре Мне сделали черным гримом гнилые зубы Мне нужно было шипинавить при этом Я до сих пор помню первую реплику, с которой начиналась моя роль Я играл старого генерала, начальника какого-то департамента Который является на свадьбу к своему чиновнику Фраза была такая Однако, брат Солонкин, тебе чертовская даль на силу дошел Ну, как я наслаждался, испуская эти страшные звуки Я чувствовал, что я кого-то, кого-то изображаю Я думаю, с этого момента я стал мечтать подсознать Может быть, стать актером и играть роли характерные именно И с тех пор я получил неописуемую любовь к поискам образного в ролях И, в частности, к поискам образного в голосе И на радио я всегда с этим увлечением занимался Ища разные голосовые гримы Ну, вот, в частности, с большим наслаждением Но и с большой трудностью С режиссером Ниной Германом Мы в свое время, уже было давно Сейчас эта пластинка существует Мы искали образ слоненка И я помню торжественный день для меня Для моей радиобиографии Когда, наконец, мне с помощью режиссера Удалось найти вот этот гнусавый, трубный Какой-то странный голос молодого слоненка Мой молодой слоненок с этим удавленным звуком Должен был исполнить, по крайней мере, три арии в этой передаче Вот одну из них я вам спою Почему мне непонятно У пантеры всюду пятна Почему? Отчего? Огромный тигр усатый Ходит в шкуре полосатой Почему? Отчего? Почему, скажите, ежик Выглаз головы до ножик Отчего в шерсти все звери А у птицы только перья Отчего? Почему у виноградин сок и сладок И прокладен Почему? Отчего? Почему орех, кокос Волосами весь порос Отчего? Отчего? А? Отчего? Почему? Мы тебе сейчас покажем Мы тебе расскажем Расскажете? Замечательно Я вам очень благодарен Энки! Что вы делаете? Пустите меня Слоненок любопытный Тревожит наш покой Побьем тебя копытом Мохнатой рукой Мы бьем тебя усердно За твой упрямый нрав И дядюшка жираф И дядюшка жираф Дорогие мои помощники Я обнаружил Один пробел В нашей работе Какой пробел? Обидный Очень обидный Для тех ребят Которые прислали В радио няню письма А ответа До сих пор До них не получили Вот эти письма Их правда немного Но отвечать все равно надо А о чем письма Николай Владимирович? А вот Ребята прислали нам Различные технические проекты Усовершенствования Изобретения Вот например Коля Смирнов Из стулы Предлагает Обходиться в классе Без тряпки А чем же с доски стирать? Рукавом? Нет Коля предлагает Сделать такой мел Который быстро бы Испарялся Как искусственный лед Вот здорово Напишешь на доске Что-нибудь с ошибкой Учительница повернется А ошибка уже испарилась Да, а если правильно напишешь Тоже испарится? Нет, друзья мои Будем считать Что это изобретение Пока еще В стадии разработки А что делать С другими изобретениями? Так надо их рассматривать Давайте При радионяне Организуем БРИС Давайте Давайте А что такое БРИС? Вы не знаете? Нет Ну конечно БРИС это Бюро Рационализации И Изобретательства Николай Владимирович Но мы же в технике Не очень крупные специалисты Я честно говоря Тоже Не очень Крупные Поэтому я пригласил К нам в студию Специального консультанта Инженера и писателя Леона Измаилова Знакомьтесь пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте Спасибо за приглашение Вот Давайте мы сейчас Все вместе Обсудим На мой взгляд Интересное предложение Прислал его Леня Свиридов Из Иркутска Он пишет Я придумал Новое колесо Обозрения Я в парке Видел такое колесо А я придумал Что колесо Будет стоять Не в парке А на реке Вернее Верхние кабинки Будут в воздухе А нижние В это время Под водой Река течет И сама Вращает колесо Как же так Я что-то не пойму Значит я Сажусь в кабину Она опускается Под воду И меня всего Заливает водой Интересно Что скажет Наш консультант А я скажу Что кабинки Можно сделать Герметичными То есть такими Что вода Не будет проникать Внутрь Так Значит Можно сделать Такое колесо Обозрение По-моему Это очень интересное Предложение Во-первых Река Сама вращает колесо И экономится Электроэнергия Во-вторых На таком колесе Намного интереснее Ведь видно И то что вокруг И то что под водой Делается И возможно Что это предложение Понравится инженерам И они сделают Новый аттракцион Ну вот видите А называться он будет Колесо Лёни Сверидова Здорово А вот интересное предложение Я предлагаю делать комнаты Треугольными Пишет Витя Попов У нас в комнате В одном углу Шкаф В другом Телевизор В третьем Тумбочка А в четвертой Мама ставит Меня Если я что-нибудь Натворю плохое А что Неплохо придумано На каждой комнате Можно экономить По одному углу И Вите хорошо Некуда будет Его ставить Да, но если мама Освободит для этого Ещё один угол Тогда Витя Попов Предложит Делать комнаты Двухугольные Как это Двухугольные Таких быть не может Я думаю Что Вите Больше всего подойдёт Круглая комната Там его никто Уже не поставит в угол А мне кажется Можно сделать ещё проще Надо просто Лучше себя вести И тогда можно Спокойно жить И в четырёхугольной Комнате Значит считаем Что это предложение Не годится Правда, товарищ консультант? Правда Но то, что Витя И другие ребята Старались придумать Что-то новое Это очень ценно И заслуживает похвалы Так что я думаю Теперь ребята Могут присылать Нам разные Технические изобретения И усовершенствования А мы с удовольствием Рассмотрим их В нашем Бризе И за лучшие проекты Можно будет даже Дать премию Премию? Да Тогда я тоже Что-нибудь изобрету И я тоже Очень хорошо Только пока Мои дорогие ведущие Изобретите, пожалуйста Как по-новому Объявить Участников Сегодняшней передачи Так, значит Надо объявить Автора передачи Аркадия Хайта И редактора Елену Лебедеву И режиссёра Надежду Киселёву Конечно И то, что весёлый урок Написали Кандидат психологических наук Стелла Морисовна Бондаренко И композитор Борис Савельев Обязательно Всех-всех объявлять Да? А как же? Ну тогда придётся Объявить и ведущих Александра Ливш И Александра Ливенбука И радиоволшебника Николая Владимировича Литвинова О, это трудно Очень трудно придумать Ну трудно, но необходимо Вот вы и подумайте, пожалуйста Как это сделать в следующий раз Превосходные идеи Возникают то и дело В распрекрас Красный крак Красный крак Моей прекрасной голове Я, друзья, не знаю скуки Я ведь мастер на все руки На все руки Очень жаль, что их лишь две Очень жаль Для картины делал раму Восемь садин Десять шрамов золотых Золотых руках Четыр руках Четыр-четырнадцать за нос Починить часы мне дали Починил я Но деталей много лишних Почему же, вот вопрос Вопрос Я придумал, что не худа Полотером мыть посуду Передел Переделов Малость Малость Этот инструмент Скачет блюдца По паркету И посуды Больше нету Чтоб продолжить Этот мой эксперимент Что делать? Купи сервиз Все умеют делать Быстро Голова Как у министра Кто не ве Кто не верит Пусть праве Праве Проверит По часам Присудить Должны мне звания Чемпион Радионяни По работе Под названием Сделай сам Сделай сам Смешные случаи На уроках Стоп, 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 стоп Мы еще не рассказали Ни одного смешного случая А ребята уже смеются Да ребята вообще любят смеяться Вот послушайте Что пишет Нина Кузнецова Из Воронежа Ты, радионяня Смешишь каждым словом А веселые случаи Которые присылают ребята Сразу вызывают улыбку И смех Я, вспоминая их Смеюсь до самого вечера Ну, раз так Так давайте мне скорее Письма ребят Я тоже хочу немножко посмеяться Пожалуйста Вот они Так Днем Земля вращается Вокруг солнца А ночью Вокруг луны Ну что ж Это смешно Ёж, жаба и ласточка Помогают садовнику Есть Насекомые Это уже смешно Николай Владимирович А вот Оксана Юрченко Такой случай прислала Учитель спрашивает Расскажи об органе слуха Ученик Ну, это когда Закладывает нос То мы дышим ушами После каникул На уроке ботаники Учительница спросила Расскажите Кто что собирал летом в лесу Летом я собирал в лесу Разные травы Цветы и марки Об этом написала нам Валя Оксанченко Из села Михайловки Днепропетровской области У нас в классе Во время урока Погас свет И кто-то сказал Включите, пожалуйста, свет А то слушать темно И еще несколько ответов Учеников Как и когда Образовались горы Когда земля морщилась Почему червяк Относится к типу кольчатых Потому что у него Тело состоит Все из колесиков Какая птица Наносит посевом вред Птица с саранча Окружность Это прямая линия Образующая круг Рябина Относится к кустарникам Потому что у нее Есть ветки Всякая фигура Если это не четырехугольник Значит, это параллелограмма Дорогие ребята Присылайте нам Смешные случаи на урок Мы ждем ваших писем Начинаем веселый урок Сегодня, друзья мои Мы будем учить Новое грамматическое правило О чем, Николай Владимирович? О том, как писать приставки Которые оканчиваются На зе Ну, зачем же учить правила? Представляй и все Да? А вот смотрите Одна и та же приставка Раз В одном слове Разбушевался Пишется зе А в другом Раз сплакался Пишется с А какое же тут правило? А вот какое Все приставки Все приставки Которые оканчиваются На звук З Из Воз Низ Раз Без Через Через В некоторых случаях Могут менять Звук З На С А от чего же это зависит? Это зависит От соседа От какого соседа? От звука Который оказывается Рядом с приставкой Например В слове Безобразники Николай Владимирович Ну, зачем эти намерки? Не перебивайте Не перебивайте, пожалуйста В слове Безобразники Сосед приставки Звук О А от соседей Сильно зависит Самочувствие Всех приставок Которые оканчиваются На зе Перед гласным звуком Ясно слышится Зе И никакой ошибки Сделать нельзя Например Безобразники Или Безалайберные Это очень к вам подходит Опять Ну, Николай Владимирович Давайте лучше поговорим О том Что будет, если Соседний звук Согласный Да, давайте Пожалуйста Если соседний звук Согласный То приставка Зависит от его Если можно так выразиться Характера Характера А какой же характер Может быть у согласного звука? Да А характер Может быть Глухой Или Звонкой Звонкой звук Любит, чтобы рядом С ним стояли Тоже Звонкие звуки Возьмем, например Баловался И получим Разбаловался Безвонкой Согласный звук Значит, перед ним Звук З А глухие Согласные Любят, чтобы перед ними Стояли глухие звуки Звук З в любой приставке Как только оказывается По соседству С глухим звуком Сам начинает звучать глухо И превращается В звук С Получается Глухой сосед Его оглушает Правильно Правильно Например Растрепанные Или Бессовестные Николай Владимир Ну за что вы нас так Это нечестно Давайте лучше Мы сами придумаем Примеры И все Ну пожалуйста Пожалуйста Придумывай Вот возьмем Колоть И получим Расколоть Правильно Возьмем Тяпа И получим Про тебя Растяпа А про тебя Растрепа А про тебя Возьмем Толковый Правильно Я толковый Да И получим Бестолковый А про тебя Не знаю Я забыл Что забыл Забыл какие согласные звуки Глухие А это очень просто запомнить Все глухие Согласные звуки Собраны В одной фразе Слушайте Степка Хочешь Щец Фи Запомним Степка Хочешь Щец Фи Ну вот видите Как все просто А теперь еще раз Повторим правило Приставки Которые оканчиваются На З Из Воз Низ Раз Без Через Через Перед гласными И звонкими Согласными Пишутся С буквой З А перед глухими С буквой С Понятно Я думаю Что всех ребят Которые слушали Наш урок Можно назвать Разумными И Рассудительными И давайте На прощание Споем им Песенку О приставках Правильно Чтобы они послушали ее И не были Безграмотными Чтоб было меньше Случаев Неясных И чтоб Отметок Не было Плохих Прислушайтесь К звучанию Согласных Чтобы не путать Звонких И глухих Живут На свете Людям Помогая Приставки Через Из Воз Раз И без Но звук Глухой Согласный Их встречает И мы Их пишем Только С Глухие Звуки Это Не поседы Они Спокойно Не Желают Жить Они Стремятся Звонкого Соседа Во что Быто Не Стало Оглушить Живут На свете Людям Помогая Приставки Через Из Воз Раз И без Но звук Глухой Согласный Их Встречает И мы Их Пишем Только С Буквой С Вот Так Веселый Урок Окончен Хотим Чтобы Всегда Вам С Нами Было Интересно А Как Добиться Этого Пока Что Неизвестно Быть Может Вы Подскажете Как Верные Друзья Ведь Это Только В школе Подсказывать Нельзя Радионяня Радионяня Есть Такая Передача Радионяня Радионяня У нее Одна Задача Чтоб Все Девчонки И Все Мальчишки Подружились С ней Чтоб Всем Ребятам Всем Трулянятам Было Веселей Чтоб Всем Ребятам Всем Трулянятам Было Веселей Продолжение следует...